Каждое слово здесь принципиально, но более важно для меня. Вот я подначал, вот даже это вход в лабораторию, но более важны для меня вот эти две цитаты. Я полагаю, видно, да? Но я готов зачитать. Она проста. Первая цитата. Очень просто звучит. Мы не знаем в должной мере общество, в котором живет. Я полагаю, те, кто жил в Советском Союзе и сформировался, знают, откуда эта цитата. Но для меня более важно еще другое. Весьма нерациональным способом проб и ошибок. Может, кто-нибудь подскажет, кто это сказал? И когда, и где? Еще когда, и какие-то. Да. Это Юрий Владимирович Андропов. Июньский пленум 1983 года. Статья в журнале «Коммунист». Поскольку не модно цитировать генеральных секретарей, вчера это было 15-е, вспоминали, когда развалился Союз, вчера было 15-е, когда Николай отрекся от престола, или написал заявление о том, что он уже не царь. Я, цитата другая, цитата во время кризиса. Это Элизабет II, это королева английская, которая сейчас приехала в Лондонскую школу экономики. 71 миллион фунтов стерлингов, выстроила членов корреспондентов и академиков. Говорит, у вас точно Нобелевские лауреаты? Говорит, вон их стоит. А почему же вы не могли это сказать? Вы все знали сейчас, что тут открыть. Почему вы не могли это предсказать? И какой был ответ? У Алана Гринспена целая книжка. Ему было стыдно, и он написал целую книжку. Естественно, вот это типичные экономики. On the one hand, on the other hand. С одной стороны, с другой стороны. Вопросы мои, касающиеся сегодняшнего выступления, достаточно простые. Они соотносятся со словом форум. Форум — это место, где мы что-то дебатируем, обсуждаем, дискутируем, выдвигаем разные вещи. Мне очень симпатичен пафос Слава Александровича, который говорит, ну, надо же, делайте товарищи что-нибудь. Может, не товарищи, а коллеги. Видите, у нас слова-то нет еще. И вернемся к этому. Почему он действительно защищает? И статьи, и книги. И гранты получает. И цифры печатаем, выводим. У меня тоже есть цифры, но я буду стараться, Паша будет отвечать за цифры. И что? Второй вопрос, на который я попытаюсь высказать свои суждения приблизительные, заключается очень просто. А в принципе, могут люди, которые сами себя называют обществоведами или представителями социальной науки, дать какие-то вразумительные ответы? Не просто действительно, да, блестящая цифра о том, что в 50-м году 1% в Узбекистане нет. В Мексике вообще уже закончили рожать трудящиеся. И, то есть, принципиальный-то вопрос есть. И я сформулировал несколько постулатов, с моей точки зрения, принципиальных, на которые мы должны обратить внимание. Разумеется, Homo sapiens, он не может не мигрировать, но принципиальная вещь, позволяющая фиксировать разницу между мобильностью, миграцией, это фиксирует всякое, любое полевое исследование, какой бы отрасли знания не принадлежал исследуемый или какой бы отрасли знания не исследующий. О том, что лежит цель, рациональная задача, требующая разрешения. Не будет товарищ мигрант, который является гражданином Узбекистана, а не мигрантом он в Узбекистане является, он будет решать цель, он будет достигать определенную цель. Равно как и те люди, которые пытаются анализировать ее, они тоже должны, и эта цель должна быть, вне всякого сомнения, сформулирована. Я утверждаю, опять, for the sake of argument, чтобы обозначить аргумент, всякая социальная наука в той или иной степени занимается проблемой миграции, поскольку она в той или иной степени имеет отношение к осмыслению то, что называется человека, homo sapiens, или как он соотносится с другими человеками, представителями homo sapiens. Всякая социальная наука должна иметь на вопрос, что такое общество. Так, изучаем общество. А что это такое, простите меня спросить? Или так, вот. Я принадлежу, я сформировался в прошлом веке, в застойное время, как говорили, да, я отношусь и понимаю, отвечаю на этот вопрос, это система общественных отношений. А как же мы можем характеризовать общество, которое, ну, 25 лет назад шла вперед? На основе конституции, на основе всех программ развитой социализм. Шла туда вот, шла. Потом, подождите, надо в другую сторону. И пошла туда. Как же нужно утверждать в ситуации, в которой жила дружба народов? Нет, мы не дружбу народов, мы пойдем в плавильный котел или мультикультурализм. Или толерантность. Понятно, я знаю, что ты узбек, но я к тебе толерантно отношу. Вне всякого сомнения, вот эти вещи я-то все-таки уберу, а вот это принципиально для меня является, вот эта ситуация, и очень симпатично, что предыдущий докладчик тоже обратил внимание на необходимость сравнить. Да, да, практически невозможно делать эксперименты у нас, тем более то, что касается большими массами людей, ибо там, где большие массы людей, там есть политика. Сравнивать, пожалуйста, это то, что и делаем мы. Значит, несколько постулатов, это продолжение, и я хотел бы здесь, чтобы так, посуще, пошустрее, что называется. Действительно, мы должны сказать, мы живем при капитализме или нет? Мигрант формулирует свои цели, задачи, свое видение, свое меропонимание, как представитель дружественного народа, или человека, которому мы должны дружить, или на которого мы зарабатываем, мы. Беру слово мы. Ну, у меня просто дачи нет, если бы она была, я бы так сказал, наверное. То есть, смысл какой-то, мы должны, безусловно, что-то, вот с этим надо как-то разобраться. Первая задача. Самое-то смешное, 25-15 стран, все стали и нет президента, кроме отца всех туркменов. То есть, имеют капиталистические системы и демократические системы. Один и тот же этот капитализм, который в Латвии, который в России, в Казахстане, да, ну, возьмите, в Финляндии, не всякого сомнения. Более того, это можно фиксировать в рамках одной страны, я имею в виду Брэйк Брэйк, да, я имею в виду великопитания. Разные варианты капитализма. Я вот хотел бы еще один, он кажется, что он простой, вот эта вот простая цитата, 36-го года, мы беседовали тут в кулуарах, еще форум очень хорош беседует в кулуарах. И вот представители мне... Я очень надеюсь на вот провинциальные, как она сказала, блестящие люди там. И вот мы ссылались там на наши юридические аспекты, там, молодежь. Керенскому было 36 лет, кстати. А Владимир Ильич Ленин, номер ускорка 54. Ну, насчет молодежи. Но вспомнили мои конституции, одну из лучших конституций. Где сказано, от каждого по способностям, каждому по труду. В чем закавыка-то? Равно, как и осталось в принципе коммунизм. Вот она осталась, вот она закавыка. Вот. У Маркса этого... Естественно, у Маркса нет. Неправильный перевод. Это не случайно. Неправильный перевод, это очень важная вещь. Как нормально. Коллега, это товарищ по работе. Так вот он говорит. Тут коллега из Узбекистана пришел и спрашивает, можно подмести у вас тут коллегам, владельцам, ну, это реальный факт. Так вот, от означает, что есть государство, есть кто-то, кто забирает и распределяет. Что от каждого по способностям, каждому по потребностям в коммунистическом принципе. Опять есть кто-то. Вот. Я буду забирать. Именно поэтому позволительно было говорить и утверждать, да. Мы не только не знаем общество, в котором живем, на котором написано развитой социализм. Мы не понимаем, как его исследовали. Значит, три страны звучали, действительно. США за 47, под 47. Хотя, разные данные. 42, 42, до 47. Миллионов мигрантов. Я буквально приехал с конференцией на... Это совершенно разные, как другие, да. Мы были на втором месте. Сейчас спорят, где мы с этим миллионом. И это принципиально. Все остальные намного за нами. Но учтите, Германии никогда не было. ФРГ никогда не было миграционной страной. Западный Берлин, да. ФРГ не так. А именно русские, как это не смешно, русские немцы, по Волженско, когда начали, до 4 миллионов. Я все-таки хотел бы оставить, вот это убрать, но это одни из самых интересных вещей в сравнении должны быть. И наша лаборатория, мы создали это совместно с американцами, но там есть, как в качестве соавтора, и представитель Белефельского университета, Томас Файс, там факультет, очень интересные вещи. Человек, который тоже придумал это слово. Транснационализм и пытался его обосновать. Тем не менее, мне кажется принципиальным сравнением того, что происходит страна, которая называется, видите, тоже перевод, Соединенные Штаты. Ну, Штаты, это транслитерация, Соединенные Государства, Америка. Не было 350 лет слова Штаты, да, то есть, если вы возьмете другой язык, там будет Соединенные Государства. Разный Штат может разную политику и полоси иметь по отношению к тем, кого он принимает. Особенно это касается, кстати, африканцев. Смысл мой... Сколько? Минута. Я готов закончить. За 3 минуты. Давайте тогда, я хотел вот эти вот посмотреть. Санкт-Петербург, ну поскольку 3 минуты, давайте... А что-то он перестал. Да, он настраивает, чтобы продолжать. Не, ну так, не красиво. Что люди скажут? Сейчас, давайте мы что-нибудь найдем умное. А, давайте я скажу за 3 минуты, какие препятствия? Какие препятствия? Нормально? Какие препятствия тем людям, которые занимаются еще раз трудовой миграцией? Потому что я так же могу сказать, всякая миграция в той или иной степени является трудовой. Если ты не официально работаешь, ты приезжаешь, где-то воруешь что-то, делаешь или там продаешь что-то. Либо ты жена и ты участвуешь в другом в другом виде. Все равно ты работаешь. Ибо твоя рациональность, естественно, можно, я понимаю, что туристы, лечиться, да, но тем не менее, ситуация сегодняшнего дня в той или иной степени фиксирует необходимость труда. Так вот, какие вещи принципиальные, теоретико-методологические мешают, повторяю, что бы мы ни делали, как бы мы ни собрались, они укоренены. Они устойчивы. Нет языка. Я сейчас там есть в Сурславе, я покажу просто. У нас слово иммиграция, эмиграция. Дальше. С английского опять. Естественно, кальки. А там 29. Разные есть? Я просто сейчас покажу, какие там слова. Слова различные. Отсутствие теории. У нас сбор данных, причем принимающего сообщества. Да, собрали данные, да, переложили, да, причем действительно практически нет профессиональных стран исхода. Видите, я кавычу, я не знаю, как это назвать. Методологическая фрагментация. Конечно, в демографии блестящие. Это единственная, кстати, междисциплинарная наука. Те, кто говорят, мы демографы, они обычно либо доктора экономических, географических, философских, социальных. Я не слышал доктора демографических наук. Но это междисциплинарная. Возможно, есть. Возможно, есть. Но это действительно единственная междисциплинарная, которая изучает что-то. Но вот эти вот противоречия методов, они очевидны. Понятийный оператор, она действительно имеет, мы все время говорим, легально и нелегально. Да, вот в Соединенных Штатах нет, документированы. Что значит, легально я ехал, ехал, а дальше остался. И у меня нет документов, а я легален. И начинаются вот эти вот игры, которые не очень понятны. И принципиальный момент, который очень короткий фокус временной. Длительные исследования дорогие. ну вот это вот насчет миграции, вот какие там. А у нас только вот эти слова. Я прохожу, действительно, некогда. Препятствие социального порядка. Интерес миграции со стороны государства и правительства в основном. Как это не смешно? Говорят, что вот мы ученые, а где, как, какую ты ученый, какова конструкция, позволяющая фиксировать закономерность? Да. Ну я, а что делать не надо, да? Ну хорошо. Ну ладно, хотя бы вот это, что делать, да? Или нет? Нет, нет, может еще будет следующий, да, продолжай. А он будет отвечать на это, давай я у тебя пять минут, заберу, да? Нет, но он будет конкретными цифрами. Безусловно, я полагаю адекватный памятийный аппарат. Не всякую, в самом деле. В какое общество живем? Потому что капитализм в той или иной степени не должен фиксировать прибыль. По-другому не получится. Социальное включение, социальное исключение. Ассимиляция, аккомодация, ведь, оккультурация, найдите, найдите разные, разные слова. Вот это, из той оперы мы не понимаем. Дружба народов, плавильный котел, мы не понимаем теоретически, куда делать дружба народа, почему она не сработала? Один из вариантов ответа. Как это измерить? Была она или не была? По количеству? Работали иначе. Так же как бы все перерезали. Например, один из вариантов измерения семья. Вот почему Трамп выиграл, и на котором это простейшие вещи, вот вьетнамские азиаты, консерваторы проголосовали. потому что люди, которые живут дети вьетнамцев, голосовали за него. Предельно азиаты, вы представьте, это было вообще шокирующая вещь. К слову, как измерить вот эти, это принципиально, вот эти, я утверждаю, что сравнительная социология необходима действительно, ну а ты вот тут пишите, как раз национализм. Два слова, что это такое, наверное, тебе придется сказать. Это миграция, новая форма. Одна нога у него здесь, другая тут. Вот это лимитенсенс, или вот то, что пересылает деньги, это означает, он участвует и в той жизни, и в этой. Принципиально новая ситуация. Стена Трампа, которая, это не для Мексики, проблема, любое, они уже доказывают, ну это Даглас Майс, он доказал, стена построит, на Сатмис может возвращаться, туда будут ехать, но не кем уехать уже. Мексиканцы не рожают. Другие, он строит, это не та стена. Они не так рожают, как они рожали в 68-м году. Они продолжают рожать, они действительно 2-3 человека вместо 5-6. мы же тоже не рожали. Еще. Нет, мы... Кто мы? Кто мы? Лимон, конечно. Ну, Российская Федерация тогда была РСФСР, тогда она еще была, Андрей Владимирович, я очень, это, ниберально, но все-таки. Ну, я бы... Редактор субтитров, Редактор субтитров,